решающая карта второго раунда стоун против энесси это будет авокинг где рейнджер на стоуне сразиться против энессийского сарлага камон 11 имеют ребята и повторюсь решающая карта за выход следующий финал проигравший упадет в сетку лозеро мистер эйр волкер вам привет от канала later спасибо большое спасибо ультра всех приветствую с канала валентина лейтера всех вас раз видеть ребята и лейтера особенно здравствуй валентин спасибо большое так ух мы уже готовы и начнем смотреть на камон решающая карта второго раунда погнали х оп-оп-оп рельса уже на абордаже в арсенале так что он понимает стоянности бежит их обрыган-опрыган надо либо дискатки нет шафта нос он продолжает атаку и очередная рельса сносит ему башку 33 хп остается у стоянности и первый фраг на его счету стоун на перевес с ракетой рвется вперед ловит рельсу эдосии сейчас мягко говоря не очень у него дела до из телевизора ребята вылетела еще одна рельса и лишила иности жизни будет встреча закипела кровь одна из ракет не попало и у жабы хватило хп чтобы выжить стоу на 54 процента шафт на данный момент очень жестко так 12 первая минута закончилась и и насти уже легкий ветерок победы подул на ноздри сорлок уже начал подкрышивать и понятное дело включается на сфере зажимает оппонента снизу и не надо выпускать оттуда жабу стоун пресет аккуратно идет до очередная ракета лишает жизненности 22 здесь нужен абсолютный счет выжирает желтый жаба и убегает на джамбане можно подловить первое появляется красное и стоун уже готов к ее подъему ха сукаш конце жаба обрыгалась но это только лишь минусе еще раз 3 ой плохо пошло ой плохо пошло жаба делая стрейф и немного влево-лево-лево сбила струю шафта и 3 3 2 минута закончилась там претендует на подъем там сейчас будет желтый красный после него знает это stone а он и насти явно видны проблемы с таймингами перемещаясь сфера стол занял уже под место под для подъема миги и на 7 мягко говоря в дерьме мягко говоря в дерьме ребятушки и насти за нервничал а всему виной тайминги потраченные тайминги ребята дух у хорошей три болта 96 так быть может еще нет не такой большой стекленности хотя 100 на 76 тоже неплохо 5 секунд до миги stone пытается отстрелить халяву но не словит очень много дамага сам а не тут есть рельса хорошая рельса и стону повезло что он остался на платформе его не вытолкнула она мне кажется захрустела кожа моя вообще хорошая рельса а именно 100 он тоже не стесняется наносит дамаг еще 2 будет атаковать и но что он не отпустит слишком маленький стек но нет то он отпустил пошел в пользу шафта в это время жаба подлечивается и речь идет только лишь о заеме позиции на следующий цикл айтемов красный мега слышит то у нас он понимает обилка чтобы не шла но отравлена жаба но не отравлен что он класс класса ворвется бой стон разменивает весь возможный стеки только после этого подымает мегу очень трезво щупают оппоненты но сфера никуда нет жаба была готова и к этому что он пытается выжрать все прям желтый красный вот жаба закрыта 1 на 37 и через четыре секунды красный закипела жаба суши готовы ребята и угря 4 секунды до миги знает об этом что он уже занял позицию как же не мально как же немало дамага шафта всыпал инесси красивый шафт но на данный момент всего лишь 43 процента какой стумбур нет аптечки чтобы сбить дебаф боже мой какие размены ребята они достойны друг друга жесткие парни и я бы сказал это просто ахуеть вот это финал второго раунда летят ракеты летят шаги все по дине попади летит все попадает просто лишь мигают цифры символизирующие хп и броню оппонентов и но у стоуна было более выгодный пул оружий более выгодных они были все и насти не смог задефать и нет дома пошел прямо раскает по шафту и и насти немного сокращает преимущество стол на 4 до конца 32 прошу прощения два фрага преимущества обсчитался немножко так очень активная игра мне нравится нравится да хорошая еще может быть давай насти надо пресить надо пресить рейнджера чтобы вернуться в игру еще есть время всего лишь два фрага и так рейнджер пал всего лишь один фраг три с половиной минуты все еще реально 4 секунды до красного но мне кажется энесси не шарит немножко в тайминге пойдет ли на красный до пойдет шесть секунд до миги 5 4 3 что он не успевает поднять у жабы прекрасный стеков сейчас соберет обилку будет отрывать рейнджера нет прям сейчас происходит и так рейнджер теряет позиции по точнейшие ракеты из укрытия дали возможность делать про и стоун сызнова ведет два фрага три минуты до конца 10 8 жабе надо что-то стрякнуто и думать но явно это рельса не идет на пользу есть ситуации так что-то отлынивает от драки принципе правильно делать за тем временем что он выжирает и мега зажал жабу вынуждена использовать ульту время тикает ребята преимущество остается ух ух какая игра класс пришло время поаккуратничать хороший очевидная мега так стоун аккуратничаем бежит жаба мансит от всего дома практически не остается 100 хп у стоуна будет ли продолжать анести свой путь нет ребята нет он выходит из катки еще две минуты принципе еще реально закрывается стон будет их но не не было рельсы чтобы дать пину ребята из какой ситуации он вышел за счет сферы ахуеть просто ахуеть как по мне ребята то что он был должен был просто пасть в той ситуации но нет вера решает вопросы и это так похоже на петра стоуна да так похоже ребята как же комфортно он себя чувствует в этом темпе сумасшедшим это просто стиральная машинка из оппонентов под названием олокин крутится крутится всех месяц прям бетономешалка да ребята очень похоже на гг одна минута до конца четыре фрага преимущество очень много дамага для это очередной аккуратный выцеленный фраг не спешит уже вальяжно передвигается стоун это видно некая легкость некая воздушность движение момента говорит о том что он почувствовал запах жабельной крови жабичей крови 14 8 джи джи так 13 секунд возможно ли ну конечно же нет да но нс явно не хочет верить с поражениями это показывает да к сожалению такого уровня игры у него не было вначале и это ггс ребята второй раунд оходит отходит на сторону стоуна прекрасно